Природа лечит. Ученые доказали, что для поддержания иммунитета и психоэмоционального равновесия человеку нужно проводить на природе хотя бы два часа в неделю. Лесные ванны успокаивают сердечно-сосудистую систему, поддерживают в норме холестерин и снижают уровень гормона стресса. А еще прогулки на природе помогают выбраться из тупиковых ситуаций и проработать отдельные эпизоды из жизни. Вы смотрите программу «Разговор по душам». В студии с вами Галина Топилина. Здравствуйте! Что такое ландшафт и терапия? Узнаем подробнее у психолога, доцента кафедры социальной психологии Самарского университета Сергея Березина. Сергей Викторович, здравствуйте! Рады вновь вас видеть здесь у нас в студии. Здравствуйте! И я рад вас видеть. Итак, как синтезировались природа и психология? Как они связаны и что такое в целом ландшафт и терапия? Откуда взялось такое направление? Ну вообще мысль о том, что человек не только часть природы, но и человек постоянно находится под влиянием разных стимулов из окружающей среды и пространства. Вообще эта мысль достаточно давно уже существует. Ну например, Фалис Милецкий когда-то сказал потрясающую вещь. Он говорит, пространство всеобъемлющее. Оно объемлет все. Примерно через две тысячи лет с небольшим ту же самую мысль высказал Мартин Хайдегер, когда сказал, что больше всего пространства. От него нельзя отвлечься, переведя взгляд куда-то в другое место. Ну вот правда, куда бы мы ни смотрели, мы с вами смотрим в пространство. И уже в наше время, ну наверное на протяжении последних лет пятидесяти, психологи начинают достаточно активно использовать разные пространственные техники и приемы для того, чтобы найти способы помощи человеку в выходе из тех жизненных тупиков, в которые он попал. Если вы обратите внимание, то сейчас, говоря о стремлении психологов помочь человеку, я тоже использовал некоторые пространственные концепты, да, жизненные тупики. И в своих повседневных речевых практиках мы ведь достаточно часто описываем свою жизнь, используя пространственные понятия и пространственные техники. Например, идти по краю, оказался в дебрях, запутался в отношениях, да, не знаю куда идти. Мы даже так людей характеризуем, например, человек широкой души или мы так характеризуем отношения, пошел налево. То есть мы используем пространственные понятия и выражения для описания наших отношений, переживаний, интеллекта, чувств и так далее. И в этом смысле мы вполне можем использовать разные пространственные практики, связанные с работой в естественном ландшафте или в городском, для того, чтобы помочь человеку выйти из тех жизненных тупиков, в которых он оказался. Вот так происходит этот синтез. А чем именно ландшафт и терапия отличаются от обычной прогулки? Ну, давайте начнем с того, что подавляющее большинство людей гулять вообще не умеют. Так. Вот. Подавляющее большинство людей занимаются целевым перемещением себя в пространстве. Они идут в магазин, ведут детей в детский садик или в школу, идут на работу или возвращаются домой после работы. И когда я спрашиваю человека, а вы гуляете? Человек говорит, ну да. А как вы гуляете? Ну вот иду в магазин, иду чуть медленнее, вот я гуляю. Нет, это не прогулка. Это целевое перемещение себя в пространстве. У человека есть цель. Дойти куда-то и что-то сделать. Конечно, он при этом может подышать свежим воздухом, но это точно не прогулка. Прогулка – это не целевое движение в пространстве, когда нет цели, когда человек не ограничивает себя во времени, когда человек отправляется, без всякого преувеличения, могу сказать, в путешествие. Так вот, даже если человек научится гулять, даже если человек выделит себе время, вы сказали, как минимум два часа в неделю, для того, чтобы шагнуть за порог и просто пойти туда, смотрите, куда зовет его его душа. Пойти туда, куда его манит пространство. Вот даже в этом случае это будет хорошая прогулка, но это не будет терапия. Но если человек к этой своей прогулке добавит еще и рефлексию того, что с ним происходит, и если он результатами рефлексии будет делиться с другим человеком, вот здесь мы попадаем с вами в нечто похожее на терапию. Я не просто гуляю, я замечаю, что со мной происходит в каждой точке моей прогулки. Я замечаю изменения в настроениях, в ощущениях, в том, как я чувствую себя в этом месте пространства или в этом месте пространства. Я замечаю запахи, я замечаю другие звуки. И самое главное, я пытаюсь понять, а как все это откликается в моей душе, чем? Чем это откликается? И если есть собеседник, с которым я могу об этом поговорить, тем более, если это собеседник подготовленный и владеющий методологией терапии, вот тогда прогулка станет терапевтичной. А у человека должен быть какой-то запрос, что совершая вот эту вот ландшафтную терапию, я хочу решить такую-то для себя проблему или избавиться от того-то? Или просто вот сегодня я... Ну, если у человека есть запрос, допустим, связанный с проблемой в его отношениях, в его самоощущении, в его ощущении мира и так далее, то есть если есть конкретный запрос, то всегда можно заранее разработать для этого человека маршрут. То есть провести его таким маршрутом, в котором элементы ландшафта будут вызывать соответствующие его проблеме душевные отклики. Но ландшафтная аналитика хороша тем, что она может оказаться эффективной и без конкретного запроса. Потому что ландшафтная аналитика – это метод, который ориентирован все-таки на личностный рост, на терапию и на личностный рост. И тогда результатом, если без запроса человек приходит вот на такую работу, тогда результатом будет точно более конкретный запрос. Ведь гораздо лучше и полезнее знать, что мне мешает жить, чем не знать, и делать вид, что этого нет. Но не всегда это получается сформулировать изначально. Конечно, это сложно, да. Расскажите, как это работает на практике? Может быть, пример какой-то, на примере какого-то ландшафта конкретного? Я приведу пример из практики. Он был несколько лет назад. В ландшафтной аналитике мы иногда посещаем пещеру. Это, в общем, достаточно безопасная работа. И ничего сверхъестественного или угрожающего здоровью там произойти не может. И у нас в группе была супружеская пара. Вот, кстати, отличие ландшафтной аналитики от других методов терапии заключается в том числе и в том, что в группу можно приглашать супружескую пару или партнерскую пару. Эта пара пришла с запросом на разрешение семейного кризиса, связанного с тем, что в какой-то момент у мужчины появилась внебрачная партнерша. Это всегда кризис, это всегда очень тяжелое переживание. Это всегда ситуация, когда брак оказывается на грани. И каждый из партнеров тяжело, мучительно, больно порой решает для себя, оставаться ему в этом союзе или нет. И вот пара приходит к нам в ландшафтную аналитику, мы идем в пещеру. А пещера, с которой мы работаем, вообще удивительно устроена, как будто бы для нас, как будто бы вот ее проектировали для нас. Там есть проход и есть несколько боковых ответвлений, слепых. Ну, тупиковые. И обычно люди идут по центральному проходу, по основному выполняют там определенные задания и возвращаются. И вот, когда эта пара уже возвращалась из пещеры, парень решил, ну, как-то его так, ну, повело. Он свернул в один из этих боковых проходов, обнаружил, что это тупик, и пошел в другой боковой проход, и снова уперся в тупик. И тут его начинает, и тут у него начинает расти тревога. Ему кажется, что все, тупик, идти некуда, они заблудились, пещера рухнула, их завалила и так далее. Вот он мечется из одного тупика в другой. И в одном из тупиков он застревает. Он такой высокий, плотный, статный, красивый мужчина, такого крупного телосложения. А жена у него такая хрупкая, изящная, миниатюрная женщина. Он застрял, и вот она его оттуда вытаскивала, упираясь своими ногами в стену пещеры, тащая его за ноги, вытащила. И когда они вышли из пещеры, они рассказывают такую историю. Они возвращаются, да, мужчина возвращается в слезах, он плачет, он не рыдает, конечно, но вот эти скупые мужские слезы катятся по его мужественному лицу. И он говорит, ну она говорила мне, не надо налево. Ну я пошел налево. И уперся в этот тупик. Она же мне говорила, не надо налево. Ну что такое? Он стоит, плачет, говорит, я понял, не надо налево. Вот для него попадание в тупик, связанное с тем, что он пошел налево, это как некое метафорическое решение больше не ходить налево, если речь идет о браке. Вот так разрешился их супружеский кризис. Ведь смотрите, что получилось. Если мы его рассказ будем воспринимать буквально, то буквально получилось следующее. Мужчина пошел налево, застрял, и из этого тупика, в который он попал, его вытащила буквально его жена. Вот это и было для него эмоциональным и телесным переживанием без перспективности походов налево в браке. Сейчас эта пара живет стабильно, у них функциональные отношения, у них родился еще ребенок один. Ну и слава тебе, Господи. Вот такой пример того, как работает ландшафтная аналитика и как порой взаимодействие с разными элементами ландшафта позволяет нам достичь определенных инсайтов. То есть раскрывает для людей какие-то вещи, которые они сами не видят в своей жизни. Да. Подсказывает природу. Да, причем на уровне, обратите внимание, телесных и двигательных компонентов. Он пережил это эмоционально. Вот такой немного странный вопрос. А на самом деле нужна ландшафтная терапия природы. Я читала о том, что этот метод можно реализовывать в помещении, лежа до кушетки или сидя в кресле и включив воображение. Представив себе, что я также иду вот в каком-то ландшафте. Это действительно так или все-таки? Ну, это справедливо, но лишь отчасти. И я, как один из разработчиков метода ландшафтной аналитики, начинал с того, что освоил несколько техник, ну, в частности, техника Роберта Дизалье или Хайлайнена. Она как раз и заключалась в том, что клиент сидит в кресле или лежит на кушетке, и ему предлагают совершить фантазийное путешествие. Ну, например, восхождение на гору, путешествие вдоль ручья, поход в ту же самую пещеру. Все это работает, безусловно. Но здесь один есть существенный нюанс. Когда человек лежит на кушетке в кабинете или когда он сидит в кресле и совершает путешествие фантазийно, из этого его путешествия исключены телесные двигательные ощущения, исключено тело, оно неподвижное. А в ландшафтной аналитике человек реагирует на пространство, в том числе телесное. Где-то он сжимается, где-то он, наоборот, разворачивается, где-то он чувствует себя увереннее, где-то хуже. И все эти отклики, конечно, добавляют нам того материала, с которым мы работаем. Конечно, все эти фантазийные техники безусловно работают, и любая техника в руках мастера дает хороший результат. Но еще раз, ландшафтная аналитика позволяет включить движение, кинезиологию, переживания, связанные с движением, с телом. Иногда люди обнаруживают для себя удивительные вещи, когда они идут с рюкзаком. Рюкзак ведь это, что такое? Это же потрясающая штука. У русского философа Ивана Ильина есть маленькое эссе, которое называется «Рюкзак». И он там рассказывает о том, как однажды до него дошло, что в рюкзаке его много ненужных ему вещей, которые он тащит с собой на прогулку только лишь потому, что ему хочется выглядеть в чужих глазах, в глазах других людей, хорошо подготовленным путешественникам. Но мы и в жизни так идем по жизни с рюкзачком, в котором лежит столько ненужного барахла, только лишь потому, что нам чего-то хочется от других людей, как-то хочется выглядеть в их глазах. А когда мы идем в путешествие, в ландшафтный аналитикум, человек ненужность некоторых вещей переживает не на уровне сознания, а на уровне собственного тела. Он говорит, да зачем я взял эти третьи ботинки? Ну зачем тебе в походе туфли на высоком каблуке? Бесполезность некоторых вещей становится не просто очевидной. Тело говорит, что парень, ты точно лишь коешь. Но в вашей практике вы не применяете такой вот фантазийный вариант ландшафтной терапии? Нет, я отказался от него с тех пор, как начал ходить с людьми в походы и на прогулки. Я делаю выбор в пользу лучшего. Расскажите, какие ландшафты участвуют в ландшафтной терапии? Вот про пещеру мы уже сказали еще. И раскройте, пожалуйста, нам секрет, какой ландшафт, что он символизирует, что он рассказывает. Что он помогает решить? Ну, по большому счету, любой ландшафт дает возможность для работы. И вместе со своими коллегами я работал в горах, в степи, в полупустыне, в лесу, в разных ландшафтах. Но важно, чтобы в ландшафте были такие его элементы, которые присутствуют как элементы в сказках, мифах, былинах и так далее. Что я имею в виду? Это перекрестки дорог, это поля, леса, реки, ручьи, озера, горы или холмы, чищобы, допустим, да, буреломы. Вот если вы почитаете какие-то мифы, например, или сказки, то герой мифы или сказки отправляет часто, особенно в героических мифах или сказках, отправляется куда-то за 3-9 земель, для того, чтобы что-то сделать. И, по сути дела, это ведь его путешествие, в процессе которого происходит определенная трансформация. Так вот, хороши ландшафты и местности, где есть такие элементы ландшафта, которые активно бытийствуют в мифах и легендах. Поэтому, выбирая маршруты и выбирая пространство для работы, я всегда стремлюсь к тому, чтобы там была максимальная насыщенность вот такими семантическими и образно очень мощными ландшафтными элементами. Перекрестки дорог, дороги, поля, перелески, опушки леса, леса, ручей, болота. Ой, болото великолепное. Элемент ландшафта, с которым можно работать. Озера и так далее. Ну и сам путь, который проходит человек, конечно, это тоже то, что дает возможность получить материал, с которым потом мы работаем. Собственно, работа строится на двух основных методах. Это ассоциация, которые вызывают у человека контакт с каким-то ландшафтным объектом. Не только визуальный. Мы элемент ландшафта не только видим, мы можем к нему прикоснуться. Мы можем его обойти, мы можем его осмотреть, мы можем послушать, как он звучит. Мы используем разные модальности восприятия. Слух, зрение, вкус, ощущения. Разные. Вот ассоциации, с чем это ассоциируется. Первое. Второе – это метафора. Ну, например, представьте себя сейчас стоящее рядом с деревом, ну, скажем, в пять обхватов. Пять взрослых людей могут обхватить его ствол. Представьте себе, что вы стоите под этим деревом, под его кроной. и смотрите на ствол этого дерева, мощный, увитый морщинами и трещинами коры, ветви. О чем вы сейчас думаете? Какие у вас образы? Все, что приходит в голову. Да, без всякой цензуры. Что там где-то ходит кот ученый на цепи. Да, например. Русалка на ветвях висит. Да. И вот какой бы материал вы мне сейчас не предложили... Висит, сидит. Какой бы материал вы мне сейчас не предложили в ответ на вот этот стимул, в ответ на влияние на вас этого ландшафтного объекта? Этот материал становится тем, что рефлексируется, анализируется и потом возвращается к человеку. Ну, вот так работает ландшафтная аналитика. А у нас Самарская область ведь богата на такие природные ландшафты. Как вы конкретно определяли, куда бы пойти? Я вообще думаю, что тем, кто живет в нашей области, в нашем регионе, вообще несказанно повезло. Богатейшие ландшафты и удивительная природа, сбалансированная, просто прекрасно. У нас лето еще похоже на лето, а зима пока еще похожа на зиму. И путешествуя по краю родному, мне удалось найти пространство небольшое. Это буквально 10 на 10 километров. Пространство, в котором есть все, что мне нужно для работы. Это пространство между Гавриловой поляной и селом Подгоры. Вот если по протяженности, а в глубине это от Волги и примерно до мужского монастыря в горах Подгорского. Вот в этом пространстве есть все. Дороги, перекрестки, озера, болота, леса, поля, горы, пещеры, монастыри, церкви, деревни. Это богатейшее вообще пространство, насыщенное так, что дальше и ходить не надо. Это прям целый поход получается на несколько дней, да? Ну, у нас это занимает два дня, но такими же эффективными могут быть и однодневные походы. Ну, например, вот просто для иллюстрации того, насколько богат наш ландшафт возможностями, я приведу такой пример. С вершины горы Белая открывается потрясающий вид. Можно увидеть поля, лес, Волгу, озера, село, монастырь, дороги, перекрестки дорог. Можно увидеть где-то стада животных, коров. Это то, что без всякого преувеличения можно назвать мировой пейзаж. Вот сознание человека еще языческих обществ базировалось на идее мирового дерева. Вот мировое дерево. Дерево в центре мироздания. А вот примерно в 16 веке появляются у художников идеи мирового пейзажа, когда художники в небольшое по площади полотно пытались вместить все, что можно только придумать в Божьем мире. И вот представьте себе человека, который стоит на вершине горы белая, а она всего 180 метров, и он видит этот мировой пейзаж. И в этот момент очень трудно не принять мысль о том, что весь мир перед тобой, только протяни руку. И это бывает очень полезно для тех, кто думает, что он ограничен в возможностях, в карьерном росте. Это очень полезно бывает для тех, кто не видит жизнь дальше кончика собственного носа. Здесь очень много разных открытий. А погодные условия и сезонность как-то влияют? Ну, наверняка влияют. Конечно. Конечно. Это только в летний период доступно? Нет. Это всесезонный, всепогодный, круглогодичный проект. Лето прекрасно тем, что как у стрекозы и под каждой ей кустом был готов и стол и дом. Летом люди путешествуют, гуляют, им ничего не угрожает, ну, кроме насекомых. Лето прекрасно, но, как говорит Пушкин, лето красное, любил бы я тебя, когда бы не зной, да пыль, да комары, да мухи. И лето это, конечно, богатство возможностей, но теперь представьте себе, человек идет в поход зимой по бездорожью и уровень его тревоги в связи с этим гораздо выше. Холод не тетка, правда? Вот, и человеку страшно замерзнуть. У человека растет тревога, а где мы будем ночевать? Вдруг наш ночлег будет холодным и так далее. Поэтому зимой уровень тревоги у путешественников гораздо выше, чем летом. И это создает совершенно другие условия для групповой динамики. Зимой люди в гораздо большей степени во время путешествий готовы помогать друг другу, делиться варежками, шарфами, шапками, горячим чаем, какими-то сидушками, на которых можно посидеть и отдохнуть. А какую роль психолог выполняет вот в этой ландшафтной терапии? Ну, она очень многоградна. Ну, во-первых, это психолог, конечно, который работает с теми душевными откликами, которые возникают у человека, когда он находится в контакте с каким-то ландшафтным объектом. Проговаривается все это. Да. Да. Используются разные методы, ну, я уже говорил, это метафора, прямая, обратная метафора, это ассоциация и так далее. Во-вторых, конечно, психолог здесь часто выступает в роли проводника в культурном ландшафте. Вообще, природный ландшафт и культурный ландшафт часто бывают слиты, потому что мы природу и ландшафт воспринимаем сквозь призму тех культурных норм, клише, стереотипов, которые мы впитываем в процессе социализации. Ну, даже наш с вами сегодняшний разговор. Я предложил вам представить себя рядом с огромным деревом и тут же у вас возникла ассоциация. Там кот ученый, да, русалка на ветвях сидит. Ну, очевидно, что эта ассоциация связана с вашим культурным опытом. Правда? Вот. Будь вы человеком другой культуры или человеком с другой биографией, скорее всего, вы выдали бы мне другую ассоциацию. У нас, к сожалению, практически не остается времени до конца выпуска. Сергей Викторович, фамилия же у вас тоже такая, ландшафтная в какой-то степени. Это случайно получилось, или вы в этом видели свое призвание? Если можно... А вот вы первая, кто обратил мое внимание на это. Спасибо вам. Это совершенно случайно, да. Я никогда не думал о том, что мой интерес к ландшафтной аналитике и к работе с людьми в условиях естественного ландшафта может быть как-то инициирован моей фамилией. Спасибо, я подумаю про это. Спасибо большое вам за интересную беседу. О том, как природа дает подсказки и предлагает варианты решения жизненных вопросов, сегодня мы узнали у психолога, доцента кафедры социальной психологии Самарского университета Сергея Березина. Это была программа «Разговор по душам». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова